Программную статью президента Рухани Жанхро обсудили в Берлине. На мероприятии, которое состоялось в Казахстанском культурном центре, собрались казахстанские студенты, обучающиеся в Германии. С приветственным словом выступил советник-посланник посольства Денис Рогов. Дипломат рассказал о задачах и целях программы модернизации общественного сознания. В свою очередь магистранты и докторанты отметили историческое значение инициативы, озвученных главой государства. По их мнению, такие проекты, как «Сакральная карта Казахстана», «100 новых лиц Казахстана», а также программа «Туранжер» помогут сохранить нашу идентичность, культуру и традиции. Отметили участники встречи и важность перехода казахского языка на латинский алфавит. Нужно занять наиболее выгодные позиции в мире, стать наиболее конкурентоспособными, то есть конкурентоспособными не только как отдельный индивид, но и как целая нация в общем. То есть, чтобы это сделать, нужно иметь под собой кое-какой пласт. Пласт исторический, пласт культурный, пласт духовный. В этом плане мне очень импонируют именно те пункты, как «Туран-Ель», как «100 лиц», например, или «100 книг, переведенных на казахский язык». «Сделать нашу молодёжь и наше будущее поколение, в том числе, наверное, и моё поколение, более конкурентоспособным на международном уровне – это одна из передовых задач, наверное. И в контексте нации строительства – это действительно такая база и такой пласт, на основе которого будут выстраиваться уже и последующие программы, я думаю. Наиболее интересный пункт, ну и, наверное, актуальный для нашего времени – это, конечно, переход на латиницу.